Про пиар еще мало книг написано. Специалисты по связям с общественностью в нашей стране появились недавно. Основу этой профессии Максим Музалевский преподает в двух саратовских вузах. Своими знаниями делится не только со студентами, но и часто применяет их на практике. Самое интересное и сложное – участвовать в создании имиджа политиков. Их образ не всегда должен быть ярким и положительным. Никакие политические силы внутри региона, в федеральном центре, которые решают назначить этого губернатора или нет. И для этих людей может быть более важно, если он производит впечатление человека спокойного, который не обладает, может быть, сильным большим весом, который не будет опираться на свое умение вести толпу, а больше будет рассчитывать на людей, с которыми он о чем-то договорился. А он помнит другие времена и других губернаторов. Александр Ландо возглавлял группу аналитиков во время предвыборной кампании Дмитрия Аятского. Тогда в моде были яркие и харизматичные образы политиков. Купание в проруби, катание на верблюдах и танцы. Достаточно вспомнить Бориса Николаевича Ельцина, где при избрании во второй раз в 1996 году вынужден был ходить, плясать и так далее. Это все первая технология. Политик всегда под прицелом телевизионных камер, поэтому в его образе все должно быть продумано. Важен каждый поступок, жест и даже деталь костюма. Тот же галстук может сыграть не последнюю роль. Имидж для политика действительно все. Например, самый популярный россиянин во всем мире Владимир Путин. Хотя пост президента он не занимает уже несколько лет. Оставаться на первых ролях ему помогает созданный образ политика-разведчика. Надежда Новикова, Алексей Чудин. Новости, Телеобъектив. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова